Литовский князь Литовский князь Литовский князь Миссия в Схаре имела Достаточно успех И плюс к тому же Несколько иудеев Или специальные им приглашенные в Новгород Или по сути оказавшиеся там Там также содействовали и ему в распространении вот этих жидовских взглядов среди духовенства Русской Православной Церкви. Дело в том, что сама опасность этой ереси заключалась в том, что она была очень прельстительной и носила потаённый характер. Не было открытого явного насаждения или проповеди иудейской религии. Превращение выросшего в православной вере человека происходило постепенно, незаметно для него, и отторжение от основных христианских догматов происходило очень мягко, очень осторожно. Среди приверженцев учения этого еврея с хари были в том числе и священники, и первым, кто из них упоминается, это поп Дионисий и новгородский протопоп Алексий. Протопоп, то есть, как бы мы сейчас сказали, протеерей, старший священник. И они вместе со своими поспешниками, с той паствой, которую они окормляли, и также убедили, перевели, да, вот в эту жидовскую веру, и при этом не совершая, конечно, никакого ритуала, всё это происходило чисто на интеллектуальном и на таком бытовом уровне. Об этом мы чуть сейчас поговорим подробнее, чуть попозже. И в чём заключалось вот это отхождение людей от веры? На внешний взгляд люди оставались православными христианами и сохраняли наружное благочестие. Перед людьми твёрдыми в вере они являлись строгими ревнителями православия, обличали и проклинали всякое уже учение. В тайне же они придерживались вот этого своего соблуждения. Проповедь этого идиоретического взгляда началось с соблуждения в малодушных и слабоверных сомнениях в некоторых местах священного писания и, конечно же, прежде всего в текстах Нового Завета. Также, помимо этого, соблазняли людей и с помощью некоторых отречённых церковью, то есть осуждённых, книг, там, пособиям, по тайным каким-то наукам, заклинаниям и в том числе искажённых списков священного писания. И шаг за шагом, постепенно, общаясь с человеком, они приводили его к полноте еретического учения. А в чём же заключалась вот эта суть отступления от истинного христианства? В первую очередь, они отрицали Святую Троицу, хулили Сына Божьего и Святого Духа, они отвергали Божество Спасителя, Его воплощения, не принимали спасительных христовых страстей, не верили Его преславному воскресению, не признавали они всеобщего воскресения мёртвых, отрицали Второе Славное Пришествие Господа нашего Иисуса Христа и Его Страшный Суд, и не признавали Духа Святого как божественную ипостась. Также отвергали апостольские и святоотеческие писания и все христианские догматы. Учили, наоборот, соблюдать закон Моисеев, хранить субботу и праздновать иудейскую имя на Пасху, а не отрицали церковные установления. Это таинство, иерархию, посты, праздники, храмы, иконопочитания, все священные предметы, службы и обряды, и особенно ненавидели они их унили монашество, считая его ложным отступлением. Далее, в чем заключалось еще кощунственное поведение еретиков. Они отвергали апостольские и святоотеческие писания, о чем мы уже говорили. Надругались над честным крестом, святыми иконами и мощами, совершали над ними различные бесчинства, которые даже непредставимы для человека, который вырос в православной Руси. По свидетельству самого просветителя, о котором мы будем говорить, то есть труда Иосифа Володского, они, ругаясь над святынями, говорили так, мы надругаемся над этими иконами так, как жиды надругались над Христом. Я уже неоднократно употребил слово жиды, это литературное слово того времени, как и слово поп, для того времени это были естественные, нормальные слова, поэтому я их и принимаю и применяю в контексте разбора этих трудов. И продолжением глумления над святынями, были блуд и разврат, также достующие священники совершали божественную литургию после вкушения пищи, после блуда, кощунственно надругались над святым телом и честной кровью Христовой. И вообще в целом преподобный Иосиф, описывая еретиков и его соотечественники, очень часто говорили о том, что нельзя и описать всего того ужаса, которые совершали жидовствующие по отношению к православным святыням. Хотя ересь жидовства носила непримиримый характер, но в то же время она потаенно отрицала основы христианства. Вот это отрицание христианства и было главным смыслом и содержанием их веры. И поэтому в ней не только легко обнаружить явную такую иудейскую основу, но и само поведение еретиков и их взгляды легко вписывались в общие такие противоцерковные и антихристианские учения. Сам Иосиф Володский отмечал, что в принципе ересь жидовствующих, как сама по себе, не была ересью. Это было произвольным искажением христианской истины, а отступничеством являлось совершение отрицания христианства и полная противоположность ему. В чём-то, наверное, это схоже с основными такими протестантскими, сектантскими группами, которые существуют и сейчас в России. То есть, основа их учения это... Так, вот вы задаёте вопросы, я чуть попозже на них отвечу. Прошу прощения, просто чтобы сейчас не отвлекаться, не избиваться в своём повествовании. Иначе так по своей привычке я могу уйти куда-нибудь, и мы с вами просветителя не затронем. Поэтому вы пишите, а я, когда уже закончится повествование, постараюсь вам на ваши вопросы ответить, если они не будут касаемы сейчас непосредственно нашей темы. Может быть, в процессе вы это поймёте. Итак, когда вот эти люди, насаждавшие ересь, убедились, что вот это разрушение веры, особенно новообращёнными, является прочным, они удалились из русской земли, то есть покинули её, а ученики их уже продолжили то дело, которыми они занимались. Так, в 1480 году великий князь Иоанн III посетил Великий Новгород и прослышал о благочестии и мудрости двух основных еретиков, которые мы уже упоминали, это протопопа Алексия и попа Дионисия. В результате эти два священнослужителя были взяты в Москву на священническое служение в Кремль, Алексий стал протопопом Успенского собора, а Дионисий священником в Ахангельском соборе Московского Кремля. Так ересь проникла всяким естественным путём в сердце русского православия и оттуда оба попа, представлявшиеся на людях кроткими, праведными, воздержанными, широко распространили пагубное уже учение и приобрели своих единомышленников, которые с усердием им помогали. Стоит отметить, что ересь нашла поддержку и среди приближённых к великому князю, так думный дьяк Фёдор Курицын и его брат Волк были приверженцами этой ереси, невестка Иоанна III Елена и архимандрит Симонова монастыря Зосима. Среди тех, кто поддерживал данную ересь и данные взгляды, были и другие представители, и всё это распространялось. Среди тех, кто поддерживал данную ересь на силу личные беседы, через индивидуальное общение сооружено только спустя 17 лет. После её возникновения в Новгороде, когда пьяные, напившись вина, потеряли некое самообладание и уже забывшись, прилюдно, они надругались над цветными иконами, чем, конечно же, обнаружили своё явное нечестие. Узнав об этом, в то время, епископ Новгородский Геннадий учинил розыск и, уучив этих еретиков, донёс о них и о новой ереси великому князю. Вскоре те еретики, которых обнаружил Геннадий, убежали в Москву, где они получили могущественное покровительство, о котором мы уже упомянули. Всё же епископ Геннадий не оставил это в стороне и начал ревностно разыскивать еретиков, искоренять елесть, и новонайденных еретиков, если они приносили покаяние, подвергали их петь имье, а те, кто сохранял своё упорство, был отослан для наказания гражданским властям. Конечно же, читая взгляды, допустим, епископа Геннадия, те средства, которыми боролись с еретиками, конечно, они явно имеют такой нехристианский характер, но и связано это было с тем, что сами еретики открыто против христианства не выступали. В том, может быть, и была такая ярость некоторая в борьбе с этими еретиками, что они неявно отступали, неявно считали себя какими-то, ну, объявляли себя, да, и с еретиками, а делали это скрипно, сами продолжая распространять свои взгляды, открыто о них не заявляли. Что, в принципе, в своих посланиях и отмечал епископ Геннадий, что первоначально подвергая их епитимье, прощая их по-христиански, он убедился, что данная елесть таким образом не искореняется, поскольку, принимая епитимью, якобы внешне смиряясь, прося прощения, затем, спустя время, эти еретики вновь распространяли свои учения и, конечно, никакую епитимью, на самом деле не не несли. Почему епископ Геннадий обращает внимание на такое жестокое подавление ереси у себя в епископии. В 1490 году, после смерти митрополита Геронтия, он умер в 1489 году, митрополитом на первосвятительскую кафедру был поставлен Зосима. Тот самый, о котором мы уже упоминали, Архимандрит Симоновского монастыря, и получилось так, что во главе русской церкви стоял еретик, тайно поддерживающий жидовствующих. В октябре, уже в конце 1490 года, понимая всю сложившуюся ситуацию, святитель Геннадий направляет ряд антиеретических посланий и к митрополиту, и к другим епископам, призывая безотрагательно составить собор. Также к этому делу, помимо Нила Сорского, подключается и Иосиф Володский, собирают собор по требованию духовенства. Еретики были осуждены, прокляты, некоторые были сосланы в заточение, а других для наказания отправили в Новгород к архиепископу Геннадию. Однако, этим ересь не была сломлена, она должна, она продолжала распространяться, хотя бы по той простой причине, что первосвятителем, митрополитом и представителями княжеского двора эта ересь поддерживалась. Особенно еретики усилили свою пропаганду в 1492 году, в конце уже седьмого тысячелетия от сотворения мира, когда, во-первых, уже седьмое тысячелетие завершалось, плюс к тому же закончилось на Руси пасхалия, и вот еретики утверждали, что где же ваше второе славное пришествие спасителя, значит, все это ложь, и собор 1492 года предписал написать новую пасхалью на восьмое тысячелетие, что и было совершено епископом новгородским Геннадием. Явно и ярко на борьбу с еретиками Иосиф Володский уже в таком во всероссийском, так сказать, масштабе выступил в 1493 году, он был не один, его поддерживал епископ Нифонт и многие другие епископы, и в результате соборов, посланий в 1494 году, в мае, митрополит Зосима был вынужден оставить первый святительский престол, что, конечно же, сделало более легким борьбу с еретиками. Далее и епископ Геннадий, и Иосиф Володский, Нил Сёрский для своей кончины и многие другие святители и преподобные продолжали бороться с теми уже учениями, которые сложились в народе, часто беседовали, выступали, писали послания к епископам, к игуменам монастырей и так далее. И в результате всех их трудов в 1503 году Иоанн III приносит покаяние в прежней слабости по отношению к еретикам и у духовных лиц, которые боролись с этой ересью, просит прощения. И вот в 1504 году был собран новый собор против еретиков, где была произнесена анафема всем этим еретикам и в чин торжества православия, который будет совершаться в скором времени, в следующее воскресенье, не в это, а в первое воскресенье Великого Поста, был на Руси добавлен чин и анафематсвание ереси жудостующих, которая на самом деле внесла на Русь большую смуту. И в целом хочется напомнить, что по своей структуре сама вот эта ересь и эти мысли, они и по сегодняшний день присутствуют в нашем Отечестве, и соответственно мы наблюдаем такие тенденции и до сих пор. Так что в принципе ничего особенно в этом плане не изменилось. Единственное, что хочется верить жудостующих у нас по крайней мере в такой форме стало уже меньше. Ну и теперь хотелось бы остановиться на таком на общем содержании труда просветителя. Сначала мы переговорим в общем и я дам характеристику глав этого труда и далее несколько глав как примеры с пояснениями я вам немножко покажу. Кто заинтересуется этот труд достаточно легко найти в интернете он и в печатном варианте издавался много раз поэтому кто заинтересуется кому станет это интересно более подробно об этом вы можете поговорить. Итак труд сам по себе состоит из то что мы сейчас с вами можем изучить из 16 слов и сказания о появлении новой ереси часть которой я вам уже пересказал во вступлении к этому труду слова имеют свою тематику первое слово посвящено догмату Святой Троицы о том что Бог едино троичен в лицах Отец Сын и Дух Святой второе слово повествует о земной жизни Христа и пытается доказать что Господь Иисус Христос является именно тем Мессией который ожидал Израиль третье слово это о прекращении соблюдения Мессиева закона почему закон уже отошел в прошлое почему его уже так сказать нелогично да соблюдать почему он утратил свое значение четвертое слово посвящено самоуничижению Бога ради спасения людей где преподобный Иосиф доказывает еретикам что воплощение второго лица Пресвятой Троицы те страдания которые он перенес они нисколько не унижают божество не вводят его в один ряд со своим творением но демонстрируют любовь людям ради которых собственно спаситель пришел пострадать пятое слово о введении Абрамом Троицы и возможности изображения этого события шестое слово о поклонении рукотворным вещам сначала вообще в целом о том что это возможно что это не противоречит священному писанию что в Ветхом Завете неоднократно мы встречаем повествование о том что те или иные святые Ветхого Завета совершали это поклонение оно не осуждалось а наоборот иногда было повелением Божьим седьмое слово уже переносит это поклонение на иконы и другие священные предметы также пытаясь доказать вот это законность с точки зрения священного писания поклонение иконам и другим священным предметам восьмое слово повествует о неложности обещания второго пришествия на выпад еретиков что это является ложью что обещанное второе пришествие не совершилось и вообще в принципе совершиться не может Иосиф Володский пытается опровергнуть эту мысль доказывая то что второе пришествие действительности совершится девятое слово является продолжением восьмого слова где преподобный приводит цитаты пророческие о втором пришествии десятое слово говорит Иосиф Володский в защиту творений святого Ефрема и вообще всего святоотеческого наследия что в действительности для изучения священного писания и его правильного понимания необходимо особое дарование от Бога и поэтому соответственно не каждому это дано и для того чтобы правильно все это разуметь человеку необходимо иметь определенное духовное состояние и если он этого состояния не имеет то ему правильно будет обратиться к наставлениям святых отцов одиннадцатое слово в защиту иноков еще раз подчеркну в то время иноками называли всех монахов то есть это не то как у нас сейчас есть разделение строгое послушник инок монах то есть иноками иными да в переводе на русский язык называли любого монаха который вел иную жизнь чем ее ведут миряне и в этом слове преподобный Иосиф защищает иноков доказывая что их служение является не только благочестивым но и дозволенным с точки зрения священного писания двенадцатое слово о недействительности богословения и проклятия епископов еретиков которые якобы утверждали о том что мы вас проклинаем именем Божьим мы являемся в священном сане и преподобный Иосиф пытается объяснить почему данная позиция епископов или даже священнослужителей в том числе не имеют силу не имеют действия по отношению к правоверным христианам в тринадцатом слове преподобный рассуждает о судах и казнях над еретиками почему они возможны какой должны носить характер приводят примеры святоотеческие по этой теме в четырнадцатом слове преподобный Иосиф убеждает почему необходимо разыскивать еретиков почему необходимо их исследовать еще раз хочется подчеркнуть что в действительности ересь жидовствующих тем не отличалась что никто официально себя еретиком не объявлял или просто наоборот ультраправильным христианином единственно верно принявшим священное писание они продолжали выдавать себя православными и здесь преподобный обращает внимание что конечно таких людей нужно разыскивать потому что они хитрят лукавят мы наверное это понимаем с точки зрения простой элементарной логики поскольку я сам являюсь руководителем миссионерского отдела и периодически сталкиваюсь с так называемыми сектантами с группами лица которые отвергают православное учение вот сейчас особенно явко нередко встречаешь тех людей которые именно притворяются православными еще какими-то на самом деле по факту являются конкретно еретиками конкретно сектантами и очень часто обращаясь разговаривая с ними одним из аргументов предъявляю что почему же вы тогда называете себя православными если вы отрицаете церковь отрицаете ее официальное учение назовите себя ультраправильными христианами или православными или еще как-то нет такие группы людей пытаются приняты русский церк русской православной церкви при этом полностью ее отвергают это конечно же является просто нечестным честно говоря обращаясь с такими людьми чаще всего они на мой вот этот аргумент хочу же вы не назовете себя ну как-то по-другому допустим занято слово православные христиане назовите себя еще как-нибудь там есть же у нас христиане евангелисты там пятидесятники вот себя адвентистом называют и там еще как-то пожалуйста очень много слов нет они даже ничего не аргументируют они же понимают что они не правы что в действительности они лукавят в чем еще раз подчеркну опасность вот этой ереси жудостающих которая возникла в 15 веке то что никто официально себя другим инакомыслящим не называл он притворялся якобы православным а сам при этом исповерил совершенно другую веру вот это была главная их проблема почему Иосиф Иосиф Огоцкий и призывает их искать что если они сами себя явно не объявляют людьми иной мысли обманывают лукавят в чем-то и беда что они же ходили в православные храмы указанные священники приходили на службы служили в православных храмах а при этом потом где-то на стороне все то что они совершали они отвергали поругали и так далее но это просто нечестно с точки зрения даже человеческой я уже не говорю религиозной далее пятнадцатое слово о прощении покаявшихся еретиков где преподобный Иосиф повествует об этом как раньше прощались еретики как они принимались в церковь и в шестнадцатом слове продолжая эту мысль он повествует о непринятии покаяния по принуждению то есть когда еретики принимали покаяние когда их только улучшали в ересе поэтому соответственно когда человек только обличенный начинал каяться а так он явно суть вот этого выступления Иосифа Володского в том числе и в шестнадцатом слове это обращение внимания на вот этого лукавства что люди лукавили обманывали других людей не выставляли себя как-то по-другому представляющими христианство а притворялись христианами на самом деле все основы христианской веры при этом отвергая отвергая и как пример несколько слов мне хочется вам более подробно рассказать чтобы вы имели представление о том что собственно из себя представляет книга про святитель и ее слова итак первое слово о святой троице в начале каждого слова преподобный Иосиф выражает те юридические мысли которые высказывали геретики против христианства и далее в принципе как наверное любой учебник по сектоведению именно в борьбе с геретиками это как можно сказать учебник то есть можно взять его и начать диалог с человеком а те возражения которые он будет высказывать можно найти в словах ну допустим в частности преподобного Иосифа и уже аргументированно со ссылками на священное писание эти цитаты и эти мысли предоставить так допустим в первом слове он сначала говорит о посещении апостолом Андреем русской земли о том что один из учеников Христа апостол Андрея прибыл на русскую землю водрузил крест на киевских холмах но при этом проповедь христианства в этой земле не совершил как объясняет это сам преподобный Иосиф Дух Святой ему это воспретил делать далее преподобный повествует о крещении Руси Владимиром и о том благодатном состоянии на Руси что в течение 409 лет четырех столетий на Руси не было ни одного еретика по мнению Иосифа далее перечисляли перечисляет еретиков и рассказывает о их появлении в Новгороде о чем мы уже с вами немного кратко поговорили и далее дает такое схематическое краткое описание всей своей книги что ждет читателя и подтверждение своих мыслях как я уже сказал сначала преподобный Иосиф высказывает мнение еретиков и далее начинает цитировать священное писание или святых отцов в опровержение еретиков так преподобный Иосиф указывает о божестве отца сына и святого духа приводя слова апостола Павла первая глава Коринфянам точнее первое послание Коринфянам 8 глава 9 стих далее убеждает верить так во что был человек крещен то что мы с вами знаем что принятие крещения совершается последствием таинства а таинство совершается с формулой крещается раб божий какой-то во имя отца аминь и сына аминь и святого духа аминь и соответственно преподобный Иосиф обращает внимание на то что значит и верить нужно согласно той формуле которой ты и вошел в церковь далее святой говорит о едином существе Бога но о разнице лиц и что каждое лицо сохраняет свое свойство первое отсутство второе сыновство и третье исхождение свойства духа святого также преподобный напоминает что первый термин троица вводит Филон Александрийский это человек живший родившийся около двадцатого года до рождества Христова и отошедший в сороковой год где-то по рождеству Христову который научился этому через писание Моисея других пророков и патриархов и уверовал во святую Троицу то есть тем самым показывая что вера в Бога Троицу существовало в христианстве издревле что это никакое новшество дальше доказывая о том что в действительности в священном писании говорится о божестве во множественном числе так он приводит цитату из книги Бытия 1 глава 26 стих сотворим мы сотворим человека по образу нашему и по подобию где сотворим и нашему поставлено во множественное число то есть не в единственном а во множественном но далее стих повествует о том что сотворил Бог человека по образу и по подобию Божию сотворил его тем самым Бог совершает творение хотя вот еретики утверждали что это ангелы принимали участие но если сотворим считать обращение к ангелам и что ангелы участвовали в сотворении человека то почему тогда следующий стих сразу говорит о том что Бог сотворил человека и нет указания на то что Бог и ангелы сотворили человека по образу допустим ангельскому а что по образу только Бога и сам Бог Бог сотворил человека Далее Далее он указывает цитату из книги Бытия 18 глава 1 3 стих это явление Аврааму трех ангелов где эту цитату несколько раз в своем труде упоминает где сначала Авраам обращается к Богу как к единственному числу а потом к этим же странникам обращается во множественном числе опять же вот это двойная система то к одному то к множественному числу обращается Авраам приводит цитату из Псалтири сказал Господь Господь имену всем дяди сною что собственно спрашивал сам Христос в Евангелии о чем мы помним как же если Давид является отцом ему он обращается к Мессии именно так далее преподобный Иосиф упоминает видение пророком Даниилом сына человеческого и ветхого днями это книга Деяния 7 глава 13 и 14 стих где он также это понимает как явление множественности лиц в Боге также приводит и к Солом 109 3 стих из чрева прежде Деницы я родил тебя то есть прежде Деницы то есть первого ангела который пал мы с вами знаем высшего ангела тем самым тот кого из чрева рождает Бог кому он обращается тебя то есть это было рождено так сказать существо или как это сказать прежде ангелов поэтому здесь Иосиф Луцкий и обращает внимание что Бог рождает кого-то прежде створения ангелов то есть не ангелов рождает а кого он рождает прежде творения это самого сына по мнению преподобного Иосифа далее приводит цитата из пророка Исаия 7 глава 14 стих вот дело в очиеме приимет и родит сына и нарекут ему Эммануил а Эммануил переводится как с нами Бог то есть опять же подчеркиваю что тем самым Бог оказался с ними то есть и рожденная дева является божеством в защиту Духа Святого преподобный Иосиф приводит цитаты это опять же пророка Исаия 11 глава 2 и 3 стих в том числе и книгу Илова Дух Божий сотворивший не такое 33 глава 4 и 4 стих то есть говорится о Духе Божьем не просто Бог который сотворил со мною такое но Иилов в Ветхом Завете помимо Бога обращается еще и к некому Духу Святому также Дух Божий создал мне Дыхание Вседержителя дало мне жизнь опять же Духом Божием именуют Иов Он И Дух Дух Святой о чем говорит сам Пророк Захарий и второе слово которое содержится в книге Просветитель это о земной жизни Спасителя как уже было сказано первоначально преподобный доказывает что именно Иисус Христос является тем мессией которым ожидал Израиль Он приводит цитату что когда пришла полнота времени Бог послал сына своего который родился от жены это послание апостола Павла из Нового Завета Галата 4 глава 4 5 стих но как мы видим здесь больше всего цитат из Ветхого Завета это связано с тем что жидов именно на Ветхий Завет и напирали мы с вами уже говорили что они считали и убеждали других людей что многие цитаты Нового Завета это выдумка и таким образом преподобный Иосиф цитирует то на что упирались сами еретики то есть на Ветхий Завет который они уважали почитали и вот через него то есть им же оружием им же по голове преподобный Иосиф и бьет он говорит здесь и о Рождестве Христа мытие 49 глава 10 стих и книга пророка Даниила 9-25 а распятие это 52-я и 50-я глава Исаии Псалом 68 а воскресенье это пророк Осия Захария 106-й Псалом 16-й Псалом о вознесении где говорится первой книге царь вторая глава и опять же книга пророка Исаия 2-я глава 2-й и 3-й стих о втором славном пришествии у пророка Малахии находит в 3-й главе 1-й и 3-й стих подтверждение преподобный Иосиф и пророка Исаию приводит 13-й главу и пророка Сафрония 1-я глава и пророка Даниила 7-я глава 13-й и 14-й стих Далее третье слово о прекращении соблюдения закона Моисеева в доказательство этого прекращения преподобный Иосиф приводит цитату книг Деяний 15-я глава 5-й, 6-й, 22-й, 23-й, 28-й, 29-й стихи где знаменитое содержится правило апостольское призывающее воздерживаться от этого жертвы на от крови удавленный блуда и не делай другим того, что бы ты не хотел чтобы делали тебе и далее приводит цитаты из Ветхого Завета о заключении с народом Божьим Нового Завета в пророчестве пророка Ирины 31-я глава и о том, что произойдет закон от Сиона пророка Исаия 2-я глава то есть уже закон новый закон уже не Моисеев далее и 4-я глава 4-е слово говорит о самоуничижении Бога ради спасения людей это послание к филиппийцам 2-я глава где уничижил себя самого приняв образ раба далее приводит такой чисто человеческий бытовой пример о том, что божество принимает человеческую природу нисколько от этого не страдает и приводит пример, что если взять железо раскалить его то железу придаётся свойство огня при этом сам огонь нисколько не страдает то есть огонь сам в железо не превращается То есть из этого преподобный делает вывод, что если мы в природе, в немощной, это находим, то уж тем более мы это можем подчеркнуть на основе Священного Писания. То есть если мы это видим наяву, то как уж не поверить, что Бог мог это совершить. Приводит цитату апостола Павла, что как водами все умирают, так в Христе все живут. И правда здесь он сам излагает такую очень интересную теорию о хитрой победе Бога над дьяволом. То есть считает, что Бог, приняв человеческую природу, обманул дьявола, поступил с ним хитро. И приводит целый ряд цитат из Ветхого Завета, где хитростью побеждают по повелению Божьему врагов народ израильский. Это и взятие золота при выходе из Египта, и много-много других победы в войнах хитростью. То есть вот он придерживается такой интересной мысли, с которой мы сейчас, может быть, не согласились. Пятое слово о видении Авраамов, Авраамом, Троицей и возможности соображения этого события. Немножко сползло почему-то. О том, что Авраам и Евгений, Троицей, он видит в книге Бытия, 18 глава, 1 стих. Он говорит там о равном поклонении Отцу и Сыну Святому Духу. Отрицает, напоминает, да, об отрицании поклонения ангелам. Кому, когда я из ангелов, сказал Бог, сидя деснуя меня. В подтверждение того, что мы уже слышали, когда говорит пророк и царь Давид. И опять же, напоминает о том, что Авраам при встрече вот этих трех путников, пришедших к нему, постоянно обращается то единственным, то во множественном числе. Эту мысль мы уже слышали, когда он доказывал троечность, пришли божества. И вот таким образом я продемонстрировал вам пять слов. Так очень бегло, конечно, кратко, но если кого это заинтересовало, вы можете взять этот труд и потихонечку, постепенно разобраться в том труде, который мы сегодня с вами немножко разобрали, кратко рассмотрели. И подводя общий итог этого труда, стоит отметить, что изначально до 1504 года этот труд издавался в 11 словах. Другие главы, то есть слова по-другому, с 12 по 16 появляются уже после 1504 года. Об этом, собственно, и говорит сама 15 глава. И название «Просветитель» эта книга получила уже не ранее 17 века. Как она издавалась до этого, остается только догадываться. Поэтому, еще раз подчеркну, эта книга весьма доступна. Если кому интересно, кто сам, может быть, сомневается в каких-то истинах православной догматики, или просто хотел бы для себя более четко представить, каким образом можно аргументировать свою веру, то, пожалуйста, 16 слов. Конечно, не все из них касаются именно догматики, какого-то вероучения, но, по крайней мере, часть из них могут ответить на ваши какие-то интересующиеся вопросы. Я не отвлекался, но вижу чат там у нас сегодня живее, чем наша лекция. Сейчас я к нему с вашего разрешения вернусь и почитаю, что вы там написали. Но я специально не отвлекался, чтобы все же тот материал, который мы с вами должны были разобрать, мы с вами хоть косвенно, но разобрали. И следующая наша с вами тема, следующая встреча, вебинар, будет посвящен преподобному Корнилю Комельскому святому. О житии и трудах, которого мы с вами в следующий раз поговорим, наверное, будет целесообразно перенести нашу с вами встречу в следующую среду на более позднее время. Сейчас начинается Великий пост, и на первую неделю Великого поста мы с вами знаем, продолжительное у нас бывает вечернее богослужение, поэтому, чтобы не торопиться, не опоздать, я предлагаю вам в следующий раз встретиться уже на час попозже. Думаю, что 20.00 будет оптимальным временем, когда мы с вами сможем встретиться и поговорить о преподобном Корнилии Комельском. Я еще об этом скажу администрации, просто у меня сегодня такая идея пришла, когда уже подключался к вебинару, что, наверное, надо нам с вами немножко перенести на более позднее время встречу. То есть, конечно, никто не возражает, может, у кого-то есть какие-то другие предложения, потому что, мне кажется, это будет сложно, может быть, вам далеко забираться, а пропускать вечернее богослужение, ну, мне вообще по штату не положено, ну, да, по сану. Ну, я думаю, что каждому правсану христианину мы будем постараться Великий пост провести в максимальном благочестии. С вашего разрешения я сейчас почитаю. Ваш чат, и, возможно, попытаюсь как-то прокомментировать, хотя я вижу, тут много людей прокомментировало. Ну, я зачитаю, если никто не против. Кто уже, может быть, устал или кому пора, всех вас благодарю за внимание. Надеюсь, что что-то полезное для вас вы сегодня нашли. Что же касается появившихся вопросов, «А не кажется ли мне, что православные должны терпимо относиться к другим верующим, а бы вера есть терпение?» И такой жуткий термин «жидовская» вместо «еврейская» и «удейская». «Жидовская» – это уничижительное название евреев, как название хохлами украинцев и так далее. Правильно это говорит православный священник. Я на этот вопрос уже ответил, видите, даже предусветил как-то его, может быть, интуитивно, что терминология, к которой я обращался, и жидовствующие и попы, и протопопы, это то, что было в том тексте, который мы с вами изучали. Это термины, которые сами по себе не унизительны, это тот смысл, который мы с вами сейчас в них влагаем. Допустим, есть же в священных текстах такая фраза, как, допустим, «влагалище». Но никто же из нас не меняет текст богослужения. «Влагалище» в переводе с церковно-славянского это «мешок». Также, допустим, есть пасхальный эрмус всем знаменитый «пиво пьем новое». Это не говорит о том, что нужно за новым пивом бежать в варёк, а «пиво пьем новое», то есть пиво, напиток, ну и так далее. В церковно-славянском языке много слов, которые сейчас нашему слуху могут резать. Допустим, «бейдующие» это те, кто заблуждаются. Блуждают. То есть, той терминологии, которую я упоминал... Вот, поэтому, может быть, кого-то я обидел. Мне, честно говоря, самому не очень нравятся эти термины и попы, и шедовствующие. Ну, это терминология того времени, с которым мы с вами говорим. Сами эти слова неплохие, это то разращенное понятие, которое мы используем. Далее. У меня проблема. Я не крещена по православному обычаю. Верующий Бога была в Грессе, но покинула их из-за предательства тому, что они проповедовали, изучая православие, свидетелей и эговы. Муж буливший. Ну, остается только пожелать вам в этом успеха. Вера – это сложный механизм, масса конфессий, и все говорят, что именно они правильные. Перед Богом ответят, я думаю, те, кто лукавил перед своей паствой. А простой прихожанин не в ответе за кого-то. Конечно, простой прихожанин, но тут вопрос. Каждому из нас дано разум, дано рассуждение, и истина же не только в том, что тебе говорят, а в том, как ты живешь, вообще в целой, в совокупности. Поэтому наша задача, конечно же, быть внимательным к тому, что нам проповедуют, внимательно изучать то, что мы слышим, сопоставлять как-то, иметь какое-то рассуждение. Вам необходимо изучать все основ православия. Православная церковь не меняла в себе ничего современного апостола, а все другие церкви считают эритическими, пенницкими, сектантами. Да, сектанты – это вообще такое интересное на Руси понятие. Раньше их секторами называли. То есть, те, кто отрезает что-то. Сектант, как говорят некие философы, любой сектант делает всегда одну ошибку. Он из общего учения вырезает что-то, и вот это что-то считает целым. То есть, чем отличаются протестанты от православных? Тем, что они чего-то не признают. Нельзя сказать, что у них есть что-то, чего нет у нас. Они что-то, они выкинули иконы, не почитают мощи, не используют молитвенного по церкви, не понимают толкования святых. Хотя, очень интересно, что иногда среди литературы протестантской попадаются цитаты из святых отцов, Иоанна Златоуста, того же Василия Великого. Но они напрямую так не пишут. Говорят, вот есть мнение одного христианина, или один христианин однажды сказал так. И цитируют прям Иоанна Златоуста. Но если мы честные, то кто здесь, как бы сказать, упустил мысль, к сожалению, то просто читаю параллельно. Итак, смотрю мусульманскую религию, хочу заверить, везде основа одна, но кто прав? Я по рождению православной, мне проще туда прийти. Мне проще, но бабушка около церкви меня, бабушка около церкви мне не так зашла, не так поклонилась. Здесь у нас целая переделка между... Ну, я, наверное, упущение от корруппировал. Ну, я, наверное, упущение от корруппировал. Переписку, вот тут, получается, просто люди сами с собой хорошо пообщались, слава богу. Кстати, Валерия, в Хабаровске-то есть священники, так что проблем, мне кажется, здесь нет. Так, ну, Валерия у нас еще, наверное, здесь. Конечно, Хабаровск далеко от нас, но пишите кому угодно, тем более, если вы находитесь в прах жизни, мне кажется, здесь можно выходить на любой вебинар, и если у вас есть какие-то вопросы, мы обязательно вам поможем. Можете меня найти, я, допустим, есть ВКонтакте и Рейд Дмитрий Трифонов. Можете написать на e-mail, там, не знаю, можете позвонить, чего угодно. Как бы ни от кого мы, слава богу, не скрываемся. Я думаю, что понятно ваше состояние. Вопрос только в том, что надо не бояться найти, искать, если вам первоначально удобнее через интернет, то, конечно же, что касается вашего вопроса, мне бы такого батюшку, чтобы и веры, и души прибавилось. Знаете, честно говоря, это вопрос наш внутренний. Я думаю, что старцы есть там, где есть послушники. То есть, когда мы созреваем для того, чтобы кого-то слушаться, обязательно появляются и духовные наставники, и руководители, и все остальное. Поэтому не ищите чего-то сверхсвятого. Тут кто-то спрашивал. Книга называется у нас «Просветитель» преподобного Иосифа Володского. Кто не услышал, да? А что касается священнослужителей, то найдите любого, с кем вам удобно, приятно общаться, попробуйте пообщаться. Ничего же в этом страшного нет, если вы, допустим, напишите нескольким священнослужителям. Это же вовсе не значит, что мы начнем там, как-то привяжем вас к себе наручниками, вы никуда потом не денетесь. Начните общаться, поговорите, задайте какие-то вопросы, поймите для себя, ваш человек или нет. А потом сможете общаться, ведь как с любым человеком, мы же не всегда общаемся с теми, кто рядом с нами. Есть у нас друзья, которые далеко от нас, но мы при этом с ними общаемся. Поэтому постарайтесь, найдите общение с тем священнослужителем, который будет вам по душе или может быть просто вам понятный. так что ничего страшного в этом нет. Просто вам надо успокоиться и начать действовать, конкретно работать над собой. Да, совершенно верно, Александр правильно отмечает, что есть люди, которые всю жизнь ищут и только ищут. Иосиф Асихас по этому поводу в одном из писем пишет, что приходят люди, задают себе вопросы, могут целыми днями приходить и он пишет, что хоть, так красиво пишет, что хоть отцов им в уши, в дуны, толку никакого не будет. И главная задача прийти только, задать какие-то вопросы, поговорить, ничего они менять не будут, ни к чему стремиться не будут и так далее. Поэтому вы, Валерия, самое главное, соберитесь, поставьте перед собой качи, конкретно по этим задачам работайте, но это если в действительности вам есть необходимость в каком-то духовном окоравлении, если вы в действительности для себя ищите какого-то наставника. А такого батюшку найти кудесника, в который там и веры добавит, и душу прибавит, ну это очень опасная такая ситуация, честно вам сказать. Святитель Иоанн Затрос по этому поводу хорошо пишет, ему один из духовных чат задает вопрос в письме, как мне быть, хочу вот найти наставника, все священники вокруг меня, но простые. Иоанн говорит о том, что возьми две, ну в общем он так говорит, ходи на исповедь к тому священнику, кто просто рассудительный, кто честный, кто может быть там невысокой духовной жизни, но который является таким понятным для тебя христианином, и обязательно он тебе поможет. А дальше молись, чтобы тебе попался какой-нибудь непрельщенный наставник, и он обязательно найдется. Мне кажется, что это проблема внутри нас. Это как, знаете, парня или девушка, которая ищет себе половину. Но все на самом деле элементарно. Найди человека, который будет готов терпеть тебя, ты при этом будешь готов терпеть его, и даже элементарно на каком-то таком чисто бытовом договоре сойдитесь. Что вот мы будем теперь верны друг другу, будем рожать детей, будем вместе помогать друг другу идти к Богу, все, что требуется. А мы ищем какой-то там восхитительной любви, там, принца на белом коне, и так далее. И, конечно же, все эти наши поиски удаляются волны того быта и тех людей, которые нас окружают. Может быть, иногда проще нужно планку ставить пониже, и тогда все будет поспокойней. Господь обязательно вас наградит и тем, что вы где-то внутри себя ищите. Поэтому, Валерия, не расстраивайтесь, пишите отцам про в жизни. Думаю, что кто-нибудь из вас, кто-нибудь вам, да, что-нибудь подскажет, поможет. Когда Великий пост принято проходить генеральную исповедь, это исповедь генерала, ну, так это, шучу, Елена, хороший вопрос. Вообще, есть такой праздник, как чистый четверг, называемый у нас в народе, то есть, это четверг страстной в идее Великого поста, уже страстная неделя не ходит в Великий пост, это отдельная неделя сразу после Великого поста. Так вот, в четверг страстной недели, еще раз говорю, он называется иногда чистым четвергом, мы не прибираемся, не убираем, не оттого он чистый, а называется. Хотя и с этим совпадает, что люди очень часто стараются перед пасковской прибраться, а главное, чтобы подготовить свою душу. И вот в этот четверг происходит воспоминание Тайной Вечи, поэтому Великый пост очень часто люди именно в этот четверг приходят для того, чтобы исповедоваться и причаститься. А так пост это время особого духовного делания, поэтому любой удобный для вас день, выходной, потому что на неделе в среду и пятницу у нас бывает только литургия, литургия прежде священных даров, и к ней особое бывает отношение, кто-то не рекомендует на ней исповедоваться и причащаться, если это не Божие, бывает, что наоборот рекомендует, тут уже индивидуально все зависит от прихода, от священного служителя, но самый надежный способ это в субботу или в воскресенье на любой неделе поста пройти до себя генеральную исповедь. Это, наверное, даже лучше всего, поскольку в четверг бывает очень много народа, и не всегда священный служитель может уделить вам достаточного для вас времени. Или, может быть, стоит попросить кого-то из священнослужителей индивидуально с вами побеседовать, принять вашу исповедь. Я думаю, что если постараться то батюшка обязательно найдет для вас время попросить его, конечно же, об этом. Ни другое не понятно. В Библии на все времена таинство на все времена христианство не меняется. Но ведь оно меняется, люди меняются, интерфейс человеков меняется, непонятно мне что-то. Понимаете, истина, она одна. Белое-белое, черное-черное. А как ты его называешь белым, white, каким-то еще как-то, каким-то языком, снежным и так далее, это уже другой вопрос. Истина всегда одна. Бог един. Я Господь, я не изменяюсь. Ни Бог не меняется, ни правила не меняются. Меняются обстоятельства нашей жизни. То есть, раньше я мог помочь бедняку только тем, что дать ему краюху своего хлеба, то сегодня у нас есть деньги. А, допустим, помимо денежных средств, металл и бумаги, мы сейчас можем через интернет или через банки помогать людям, попавшим в беду за большое количество расстояний, за много километров. То есть, поменялся способ допустим, милосердия или способ наоборот греха. Если раньше убить человека приходилось задушить его, камнем по голове дать, сейчас можно его расстрелять за десятки тысяч километров, выпустить какую-нибудь там ядерную ракету или еще что-то и погубить огромное количество людей, совершить тем самым грех убийства. То есть, поменялось способ совершения добродетели или греха, а сам грех или добродетель, они остались неизменными. я общаюсь с очень многими людьми, я была руководителем не непонятного слова, но я сломали, потом я была обменом в общественной группе, при этом я поделила внимание работе группе о нашей семье. Как правильные мысли, когда женщина не должна все силы тратить на карьеру и на заработок, женщина по апостолу Павлу спасается через чудо роде, через семью. Это для нас естественно так воспитывают, а сейчас особенно, и поэтому женщины стремятся к лидерству, стремятся заменить иногда мужчин, но здесь конечно бывают сложные ситуации. Вот у нас недавно, как недавно уже в конце рождественского поста много времени прошло, пост начинается великий. Вот был такой случай, мы проводили викторину для детей, причем разных приходов, 5 приходов нашего города приняли участие, и удивительно, капитанами этих команд были одни девочки. Я даже сам наблюдал картину, как девчонки пытались вытолкнуть одного из, иногда в команде был один парень или одного из двух, когда была битва капитанов, когда нужно было выбрать капитана команды, но мальчишки отказывались, за стул держались, это проблема нашего воспитания, мы воспитываем мужчин, чтобы они были ответственными, чтобы они могли принять на себя эту ответственность, но и соответственно, наоборот, воспитываем женщин, чтобы они были лидерами девочек и так далее, и тем более, что на фоне, когда мужчина не хочет брать на себя ответственность, женщине приходится принимать самостоятельные решения, вот как мы видели на примере детей воскресной школы, когда девчонки пытаются вытолкнуть единственному парню, чтобы он стал капитаном команды, а он упирается, ну что, пришлось к одной из такой СМИ, одной из них смелый, смелый выйти вперед и стать капитаном, поэтому такая беда у нас в плане педагогики отношения друг к другу, поэтому, конечно же, в этом, да, в этом есть большая проблема. Так, может быть, есть еще какие-то вопросы? насчет того, что к ветхому миру скатимся, да, не то, что к ветхому миру скатимся, мы скатимся куда-нибудь к Содомову, к Гаморе, к потопу, понимаете, это целая беда, никуда от этого не деться, то, что нас окружает, вы только представьте, ну, не знаю, это просто безумие, даже элементарно, какие сейчас есть призывы в интернете, вообще, что модно у нас, и что было модно раньше, даже пускай в атеистическое советское время нас призывали освоить космос, поднять цели, научиться летать на самолете, заниматься здоровым образом жизни, стать первоклассным летчиком, сдать нормативы ГТО и так далее, сейчас среди молодежи модные какие-то квесты, компьютерные игры, еще что-то, а кто их создает, это же ужас, вот, мы сегодня так и в воскресенье обсуждали тему, у нас просто одна, ну, там, через людей у одной знакомой девочка оказывается играет, играла точнее в игру там, киты, в общем, в смысле того, что ребенок через интернет в закрытой группе попадает туда, получает какие-то задания, как вот квесты, то есть, он получает задание, где-то на улице он должен его выполнить, и потом присылает отчет о выполнении задачи, и вот ребенка настолько заигрывает, настолько его увлекают во все это мероприятие, что последним заданием является прыжок с крыши многоэтажного дома, у нас уже так погибло шесть детей, которые залезают на крышу и выполняют, играют, представляете, ведь кто-то в интернете эти игры придумывает, кто-то толкает детей на самоубийство, я понимаю, там наркотики, алкоголь, еще что-то, они имеют хотя бы такую выгоду, как денежную, то есть, если я пропагандирую наркотики, алкоголь, я тем самым получаю доход прибыли, и, конечно, это ужасно, но живу за счет смерти других людей, но когда взрослые люди, я же понимаю, что это не дети, создают компьютерные игры, окончанием которой является самоубийство, о чем тут говорить, я себе это не представляю, даже древний мир, который описывается в том числе и в Священном Писании, говорит о человеческих жертвоприношениях нового имя Бога, какого-то божества, да, приносили младенцев жертву, но тут хоть какое-то ужасное, но оправдание есть, а здесь люди совершенно безумствуют, но, наверное, это то же самое идолослужение, то есть, принесение, потому что самоубийство, конечно же, дьявольское действие, это, наверное, принесение детей в жертву именно сатане дьяволу, но ведь взрослые это создают, поэтому это очень ужасно, так что вот так. Валерия, я вам предлагаю все-таки успокоиться, понятны ваши переживания, вы найдите себе обязательно какого-нибудь духовного наставника, который смог бы вас поддержать, помочь, подсказать вам, вот, а потом уже потихонечку вместе с ним вы разберетесь в своих духовных и физических перипетиях жизни. Может, у кого-то есть еще какие-то вопросы, предложения, поэтому еще раз напомню, я администраторам попрошу, чтобы в объявлении нас перенесли на 8 часов. Благодарю и вас, Александр, и семинар хорошим оказался благодаря вашему такому активному общению. Надеюсь, что и моя информация вам была в чем-то полезна. Я тоже поздравляю с праздником. Во имя отца и сына, и святого духа. Аминь. Дорогие братья и сестры, я и романах Никодим Шмачко, настоятель храма в честь преподобного Сергия Радонежского в православной гимназии города Сергия Посад Московской области. В нашем храме проходит молитва по соглашению в честь преподобного Сергия Радонежского. Мы молимся о семейном благочестии и благополучии, о благочестивом воспитании детей, о воинском служении, о защите веры и отечества, о единстве народа и его благочестии, достойном монашеском и священническом несении креста. Каждое воскресенье в 22.00 приглашаю вас читать Акафист по соглашению в честь преподобного Сергия Радонежского. Присоединяйтесь к молитве вместе с нами. Присоединяйтесь к молитве по соглашению вместе с иеромонахом Никодимом Шмачко, а также к молитве в совершающейся в 20 храмах и монастырях. Только на сайте правожизнь.ру молитва Субтитры создавал DimaTorzok